Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 26 января. Сегодня предлагаю для рассмотрения пару доллар-канадец и нефть марки Brent. Существенных изменений в этих инструментах на сегодняшний день не произошло. Целевые уровни прошлого обзора остаются также в силе, но картина при этом несколько изменилась. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот канадский доллар очевидно торгуется в широком диапазоне и на данный момент развернулся к ослаблению, как предполагалось в прошлом обзоре. При этом пара сначала снизилась, пробив поддержку на 1,2672 и пройдя до разворотного уровня на 1,2631 и даже немного ниже. Но закрепиться под уровнем не смогла, развернувшись к росту, торгуясь у верхней границы диапазона. Целевая область при этом пока не достигнута, однако потенциал для достижения все еще сохраняется. По окончании локальной коррекции шансы на возобновление роста все еще остаются, поэтому прежний сценарий остается актуальным. Ну и вот на актуальном графике на данный момент цена подошла сначала к серьезному сопротивлению на 1,2782, от которого уже неоднократно отскакивало. Как мы видим, отскок произошел снова. При этом сейчас возможен пробой этой границы, но перед этим не исключена сначала локальная коррекция до сигнального уровня поддержки на 1,2629, которому цена сейчас вплотную подходит. В этом случае расчет на последующий отскок из этого района, который может способствовать формированию восходящего моментума, который нацелится в область локальных максимумов от 1,2831 и до 1,2883. В свою очередь, отмена данного сценария состоится при продолжении снижения и закреплении ниже разворотного уровня на 1,2672. А вот нефть марки Brent так и не смогла развить нисходящее движение и продолжает торговаться в рамках диапазона между 5607 и 5476, при этом уверенно закрепляясь ниже сильного сопротивления на 5607, что подтверждает его силу. Целевые уровни пока не достигнуты, однако отмена текущего сценария пока также не состоялась. Судя по всему, начало коррекционного разворота еще только оформляется, тем не менее первые сигналы на вероятное нисходящее движение уже начали поступать. Поэтому прежний сценарий остается актуальным. Ну и вот собственно на актуальном графике подтверждением текущего прогноза станет способность цены закрепиться в нынешней области. Вероятно для этого понадобится пройти до уровня сопротивления на 5607, где сейчас цена и торгуется и способность цены закрепиться в текущей области. Вероятно для этого понадобится пройти вплоть до уровня сопротивления на 5607 для ретеста. И в этом моменте в случае отскока из этого района может быть сформирован очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 5276 и 5147. Отмена текущего сценария состоится в случае продолжения роста в область выше разворотного уровня на 5667. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.